В воздухе висит запах пороха и изредка доносятся пулеметные очереди. Сейчас он из-за того холма начнет свое наступление в взвод Красной Армии. Они еще пока не знают, что на этом рубеже их уже поджидает моторизированный корпус вермахта. Примерно то же самое происходило и тогда в 44-м, с той лишь разницей, что участников сражения было в десятки раз больше. Люди, которые занимаются именно реконструкцией, естественно, с полной ответственностью пытаются и стараются показать именно те действия, которые действительно были. В ожидании сражения советские солдаты курят самокрутки и заряжают винтовки образца 1891 года. По ту сторону фронта офицеры СС пытаются завести бронетранспортер. Историческая достоверность здесь во всем. От кирзовых сапог и бушлатов до знаменитой «Катюши». Единственное, что не соответствует духу времени – погода. Зима в 44-м выдалась особенно суровой. На каждого бойца по три медсестры. Да, очень кровополитное сражение. Немца одного задушила. Это уже хорошо. Болыми руками, представляете, боец из кармы. У инженера-строителя Александра сегодня непривычная для его профессии задача – разрушить и подавить фланга все средства обороны противника. И вообще большинство из участников реконструкции к военному делу не имеет никакого отношения. Очень сильно цепляет это дело. Начинаешь понимать, как наши деды, на самом деле, как им было тяжело. Начинаешь осознавать это. Пройдя вот эти 100 метров, пули не свистят, но все равно вживаешься в эту роль. Тяжело им было. Вслед за залпами Великой Отечественной на полигоне начинается новый бой. Многим зрителям он напомнил о печальных событиях афганской войны. Бойцы спецназа освобождают захваченный душманами блокпост. Эти реконструкции, они, по сути дела, показывают истинное положение. Вот даже атаки, борьбы. Война – это всегда страшно, это всегда нехорошо, но ее должны делать настоящие мужчины. На контрнаступление советских войск военным реконструкторам по сценарию было отведено полчаса. В действительности же победу под Радашковичем наша армия одержала лишь спустя несколько дней кровопролитных сражений.